всем привет это инфокар и мы продолжаем первыми знакомить вас самыми важными новинками женевского автошоу пришло время поговорить о мерседесе но речь не о новом гелике не новом конкуренте для панамеры а о самом маленьком автомобиле в линейке бренда да о новом а классе класс люксовых хэтчбеков далеко не самый популярный в украине и вряд ли ситуация изменится в ближайшее время так почему мы здесь что мы здесь забыли но все дело в том что именно на этом самом маленьком своем автомобиле немцы решили впервые применить ту концепцию эти технологии которые совсем скоро будут просто рвать всех конкурентов в других классах но и сам новый а класс существенно вырос и в прямом и в переносном смысле являясь одним из основателей класса последнее время он начал заметно проигрывать конкурентом из-за чрезмерной компактности и имиджа женской модели отдавая большой кусок аудитории той же audi a3 или в бмв первой серии но все это в прошлом четвертое поколение выросло и возмужало длиннее шире просторней и настолько солиднее насколько вообще может выглядеть хэтчбек c класса все лучшее детям именно такой девиз я бы выбрал для характеристики этой машины потому что сюда практически без изменений перекочевала куча топовых технологий с того же с класса например топовые активные умные матричные фары мультибим или даже активные решетки радиатора которые могут либо отключать либо допускать поток встречного воздуха в радиатор когда ему это нужно в итоге за счет этих решеток коэффициент лобового сопротивления уменьшился до 0,25 это прилично но намного больше всего интересного внутри автомобиля с одной стороны здесь теперь есть практически все что доступно в топовых моделях бренда с другой стороны интерьер a-класса презентует новую философию стиля и эргономики которую мы совсем скоро увидим и в других моделях и речь в большей мере об эволюции большинство элементов управления здесь не узнаваемым что несомненно радует современном автомобиле это касается и кнопок на руле интерфейса регулировки кресел и подрулевых рычагов и тачпада на тоннеле и даже архитектуры торпеда и панели приборов два дисплея в мерседесе на панели это конечно уже не новость но с этой модели они во первых стали ближе во вторых этот дисплей теперь сенсорный он отлично реагирует на касание никаких вопросов кроме того обратите внимание здесь нету козырька видимо немцы абсолютно уверены в яркости своих дисплеев которые не помешает никакое солнце окей могу согласиться но интересно еще другое больше никаких аналоговых приборов даже в самом базовом а классе здесь будут экраны разве что чуть чуть поменьше и не обращайте пожалуйста внимание на вот этот айпад это какой-то дополнительный аксессуар привязаны к этой виртуальной реальности но сейчас понять что это и зачем я не могу посмотрите на панель с помощью которой тоже можно управлять экраном здесь здесь есть вибро отклик здесь есть характерные щелчки то есть вам не обязательно клацать вот здесь вот и замасывать этот красивенный дисплей можно всем двигать здесь но это еще не все в этом дисплее кроется фактически самое интересное в этом автомобиле искусственный интеллект до для управления машиной теперь не будет ограниченного списка команд здесь теперь есть какой-то условный разум который аналогично айфоновской серии будет понимать вас разговаривать с вами распознавать и запоминать вашу интонацию ваш язык ваше настроение в конце концов вам не нужно запоминать как включить обдув сидений как добавить температуру вы просто говорите мне жарко мне холодно у меня вспотела задница и так далее а вот эта штука должна понять и ее зовут не сирии и зовут mercedes и просыпаться на будет от слов high mercedes это уже не просыпается ее уже просто сегодня задергали до потери сил но мне интересно другое в наших автомобилях будет ли она понимать что-то типа здорово мэрин и мы обязательно это проверим когда получим этот автомобиль на полноценный тест уже весной этого года или максимум летом чуть не забыл я очень хорошо помню как в предыдущем поколении сидя за рулем я выглядел приблизительно вот так вот потому что потолок не то что упирался мне в голову он упирался мне в ухо здесь проблема решена смотрите я могу даже попрыгать кресло полностью опущена да они пересмотрели посадку да они сделали кузов чуть-чуть повыше и по-моему это совсем не лишнее потому что раньше это была проблема номер один для людей с ростом больше чем метр восемьдесят пять и не только в украине в том числе европе линейка включает не только хэтч но и седан цела и даже кроссовер гла для всех этих моделей представлена новая линейка моторов разработанная совместно с концерном рено nissan бензиновые моторы объемом 1 и 4 и 2 литра впервые с возможностью отключения цилиндров и сажевым фильтром их мощность 150 из 190 лошадей соответственно а также дизельный полтора литровый мотор мощностью 115 лошадиных сил для базовых двигателей сюда поставят новый 7-ступенчатый преселективный робот фильмы get track и конечно же как и раньше ашка по запросу может быть полноприводной то есть фирматик честно говоря я просто боюсь даже фантазировать сколько может стоить такая машина своих топовых комплектация но с другой стороны мне очень интересно как все эти технологии будут смотреться в том же новом голове и так я предлагаю заканчивать с малышом а класса идти к более земным и ожидаемым у нас новинкам от мерседес например к новому конкуренту для porsche panamera